МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоят операторы технологических установок, машинисты насосных станций, геологи, стропольщики, электрогазосварщики. Стоит отметить, что этот год для РН «Юганскнефтегаза» богат на юбилеи. 55 лет с начала промышленной разработки Правдинского месторождения, 45 лет с начала разработки Майского месторождения, 35-летие Приобского месторождения. Кстати, в октябре добыча нефти здесь достигнет 550 миллионов тонн. Цифры данные, но вы технари, понимаете, что за этой цифрой пот и кровь каждого из вас, первопроходцев, ветеранов каждого из вас, и высоко ценим, мы все югорчане, этот ваш личный вклад. «Роснефть», «Юганскнефтегаз», по сути своей, это мощнейшие возможности, потому что здесь объединяется энергия людей, специалистов, профессионалов и энергия, собственно говоря, нефти. Все в дело для Родины. Спасибо вам большое, с праздником. Я благодарна за такую высокую оценку моего скромного труда. Большое спасибо президенту, губернатору, моим руководителям и моему любимому коллективу, без которого этой награды, я уверена, не было бы. В Сургутском государственном педагогическом университете торжественно открыли ячейку «Движение первых». Это уже 44-е отделение российского движения детей и молодежи в Сургуте. Сама организация появилась в декабре прошлого года и активно набирает обороты. В рамках движения студенты педагогического вуза в первую очередь займутся развитием наставничества, так как для будущих педагогов важна передача опыта. Во время церемонии открытия активистам «Движение первых» сказали напутственные слова и передали толстовку с символикой организации как знак преемственности. «Движение первых» предполагает еще также направление наставничества. В нашем университете очень большое количество педагогов, которые в дальнейшем уйдут работать в школы. И здесь, на уровне университета, мы их научим быть наставниками, хорошими товарищами, друзьями для наших будущих абитуриентов, ну и школьников в целом. Решение о создании ячейки РДД в педагогическом университете мы приняли в прошлом учебном году. Провели соответствующую подготовительную работу, которая была связана с изучением документов, с изучением уже имеющегося опыта создания подобных ячеек других образовательных организаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корпус отправили свои послания и вот теперь получили 150 ответных весточек. Все они именные, есть для нескольких ребят одновременно. Макеевчане написали, что были рады приветственным письмам и готовы встретиться на любой территории. Отмечу, что такое общение решили организовать сами старшеклассники гимназии имени Фармана Салманова. Переписку планируют поддерживать и дальше. Это, наверное, очень важно. Любая интеграция, она не может происходить без участия детей. Ведь в основном, кого мы слушаем дома, это дети, это их впечатления, это их какие-то восхищения. И вот здесь вот дружба, завязывающаяся между детьми новых территорий и детьми гимназии Салманова. Это очень важно на самом деле, потому что через них будет транслироваться вообще тепло с севера туда, в Макеевку. Вот тепло именно детское, такое непосредственное. Ведь мы взрослые где-то делаем, это может чуть-чуть по-другому, так как видим мы. А детство, оно всегда непосредственно, и это теплее заходит. Чтобы заключить контракт, Александр проделал путь из Самары, оттуда он родом, в город Покачи. Там сотрудники местного военкомата помогли мужчине оформить документы и добраться до Ханты-Мансийска. А уже в окружном военкомате будущего контрактника встретили и направили на медкомиссию. Решение мне пришлось принимать буквально месяц. Получается, пришли, предложили, подумал, все обдумал, принял решение, подписал. Помогать братьям, настроение боевое, как говорится, только вперед, защиту Родины, победа будет за нами. Заключив контракт, Александр получил все причитающиеся выплаты. По их перечню Югра занимает лидирующие позиции в стране. Граждане, поступающие на службу по контракту, получают все положенные льготы, социальные гарантии, согласно 51-го постановления правительства Ханты-Мансийска автономного округа. А это 500 тысяч из регионального бюджета, плюс 150 тысяч за каждые 4 месяца службы. Причем первая выплата начисляется сразу. Также полагается единоразовая федеральная выплата 195 тысяч рублей. Не стоит забывать о солидной заработной плате. Минимум 204 тысячи рублей в месяц. Это не говоря уже об огромном количестве льгот, которые полагаются как самому контрактнику, так и членам его семьи. В том числе такая финансовая социальная защищенность подвигает наших защитников заключать контракт. Такой выездной пункт отбора на военную службу по контракту работает практически на каждом массовом мероприятии. Здесь вот информационные буклеты с перечнем мер поддержки военнослужащих, а также рюкзаки, которые выдают контрактникам в Югре. В них термобелье, аптечки, фонарики. В общем, очень много наименований. Все собрано с учетом пожелания самих военнослужащих и требований Министерства обороны. Для заключения контракта необходим стандартный пакет документов, как и при любом трудоустройстве. Комплект фотографий, документы о образовании, военные билеты, паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о браке и рождении детей при наличии, СНИЛС, ИНН и банковские реквизиты. Вся процедура, как правило, займет не больше одного-двух дней. Напомню, что самое важное и интересное о работе защитников родины из Югры публикуется в телеграм-канале «Югра-солдату». Антон Войтович, телекомпания «Югра». Любовь Казарновская любит роли страстных женщин, потому как сама является натурой страстной. Об этом оперная дива рассказала в эксклюзивном интервью для программы «Больше чем новости». Напомним, Любовь Юрьевна приехала в Ханты-Мансиск в качестве наставника для 10 молодых оперных певцов Югры. Уже неделю каждый день артистка проводит персональные мастер-классы в рамках творческой лаборатории «Операктив». Итогом проекта станет голоконцерт «Золотые голоса Югры». В перерыве между уроками Любовь Казарновская рассказала о своих любимых ролях, о том, почему ей сложно быть зрителем на выступлениях других певцов, и зачем артистка поехала в Нагорный Карабах в 2016 году. Собралось более 6 тысяч человек на площади Степана Керта. Шла трансляция на экраны по всей стране. Я, конечно, получила ноту от Азербайджана. Как к этому отнеслись? Я сказала, что мне приятно быть в одной компании с Монсеррат Кабали, альбану, которые приезжали туда и получили такую же ноту. Наши человеческие чувства никто никогда не отменял. Никакими нотами, никакими такими выпадами и так далее. Мы всегда, до конца своих дней, должны оставаться людьми. Интервью с Любовью Казарновской смотрите на телеканале Югра в 18.15 в программе «Больше, чем новости». Первые недели работы озерного парка Картопья прошли в интенсивном режиме. Новое общественное пространство открыли в Советском совсем недавно. Парк уже пользуется у югорчан большой популярностью. Не пустуют ни днем, ни ночью. Следить за порядком на объекте и выявлять нарушителей сотрудникам частного охранного предприятия помогают 26 камер, установленных на территории. Большинство посетителей к новому пространству относятся ответственно и бережно. Однако мелких поломок и неисправностей все же избежать не удалось. Сейчас специалисты занимаются их устранением. Все подкручивается, все ремонтируется. И в дальнейшем, думаю, что мы его будем также содержать в порядке. Ну, в дальнейшем, пока охрану парка у нас осуществляет правопорядок, в дальнейшем мы предполагаем, что кто-то из предпринимателей, если удастся договориться, возьмет парк в аренду и будет осуществлять охрану своими силами. Минифутбольный клуб «Газпром Юград» праздновал юбилей. 1 сентября команде из Югорска исполнилось 30 лет. На сегодняшний день газовики являются одной из сильнейших команд российской суперлиги. Наша дружина трижды становилась чемпионом страны. Пять раз обладателем кубка завоевывала и суперкубок. Ну, а главным достижением югорчан считается победа в кубке УЕФА. Взять главный трофей Европы удалось в 2016 году. Отмечу, что игроки «Газпром Югры» регулярно получают приглашение в национальную команду. Сургутянин Артем Ниязов оформил дубль в дебютном матче за испанские «Эльпоса». Новая команда югорчанина разгромила «Бетис» со счетом 7-1. Артем, в свою очередь, отличился дважды. На 27-й минуте сургутянин здорово сыграл на добивании и открыл счет голам за испанскую команду. Но спустя две минуты Ниязов сотворил маленькое чудо, мастерски перебросив мяч через вратаря и оформил дубль. Напомним, что в августе сургутянин подписал контракт с «Эльпоса» по схеме 2 плюс 1. Играет Артем под 14-м номером. Отмечу, что Ниязов стал первым россиянином, который перешел в чемпионат Испании. Ранее он играл за московский КПРФ и дважды стал чемпионом страны. Выступал Ниязов и за «Газпром Югру». В составе этой команды он выиграл кубок УЕФА.